Еще в автошколах будущим водителям говорят, не убедившись в безопасности своего маневра, не совершать его. Особенно это правило распространяется на обгон. Порой стоит лучше подождать пару-тройку минут, чем не обдумав допустить смертельную ошибку. Примерно так произошло 29 июля около 7 часов вечера на трассе Саранск-Очкурово, где столкнулись Рено Логан и Лада Приора. За рулем последний был виновник ДТП. Радаев, не убедившись в наличии у него возможности, на своем автомобиле вышел на обгон на трассе и совершил столкновение с движущим встречным направлением автомобилем Рено. Столкновение было настолько сильным, что водители и пассажиры Приора оказались зажаты в искорежном автомобиле. Чтобы вытащить пострадавших, понадобилась помощь спасателей. Небрежность, которую допустил на дороге 40-летний Сергей Радаев, лишила жизни нескольких людей. В результате погибла пассажирка Радаева, а также погибла пассажир автомобиля Рено. И там и там по улицу получили тяжкие телесные повреждения. 24-летняя девушка из Приоры скончалась на месте происшествия. За жизнь 49-летней пассажирки Рено врачи боролись больше недели. Однако 9 августа женщина скончалась в больнице. Травмы получили подростки 13 и 17 лет, которые находились в обеих машинах. По данным региональной госавтоинспекции, стаж вождения Сергея Радаева составляет 10 лет. В 2021 году к ответственности за превышение скорости водитель привлекался два раза. Спустя три месяца после аварии суд огласил приговор мужчине, который нарушил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек и причинение тяжкого вреда здоровью. Был признан виновным в совершении указанного преступления. И по совершению было назначено наказание в виде трехлетрясения свободы с отбыванием в колонии поселения. И также с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно право и транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Суд учил ряд смягчающих обстоятельств. А именно то, что на издевине Радаева находятся двое несовершеннолетних детей, его жена является инвалидом, а также оказывает помощь и престарелой матерью. Кроме того, частично возместил ущерб причиненного действия потерпевшим, а именно материально. Он попросил в ходе судебного заседания у присутствия потерпевшей, он, конечно, потерпевшей в зале суда, он попросил извинения за совершенные преступления.